Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина. У меня получился просто какой-то месяц оформлений и полдекабря я оформляла картины. В общем и целом у меня получилось 9 оформленных работ. Вот так вот я решила закончить этот рукодельный год. И сейчас вы видите 4 из них. Это мои круги от Доме. Кто со мной давно знает, что это достаточно долгоиграющая работа. Первые 2 это вот лето и осень. У меня вышивались в 2015 году. Зима вышивалась в 2018 и весна вышивалась уже в 2019 году. То есть вот так вот я растянула историю с этими картинами. Но, наверное, ничего не делается зря, потому что сейчас я очень довольна тем, как они оформились. И сейчас вам об этом всем подробно расскажу. Кто видел мое предыдущее видео о оформлении, знают, что у меня были с предыдущим оформлением некоторые проблемы. У меня там, в общем-то, все было нормально. Но мне пришли картины с дистанционного оформления не с обычным стеклом, а с антибликом. Кстати, кто хочет посмотреть, как выглядит антибликовое стекло на большой картине с двойным паспорту, это очень важно, потому что мне потом объяснили, что если стекло лежит прямо на работе, прямо на крестиках, то это один эффект. С одним паспорту это второй эффект, с двойным паспорту это третий эффект. Поэтому, если вам интересно, ссылка в верхнем правом углу на это видео будет. В общем-то, я понесла эти картины, менять в них стекло в ближайшую багетную мастерскую, которой я пользовалась много лет назад. И пока они согласились, они мне поменяли на двух картинах стекла в течение, наверное, получаса. То есть, вот прямо при мне я не уходила. Я заглянула там в работу, посмотрела, как она оформлена внутрь. В общем, пока мне переоформляли картину, меняли там стекло, я порассматривала багет, и я увидела пять очень красивых рамочек. Если я сейчас найду эту фотографию, вот я вам ее показываю, я увидела эти рамочки. Я пришла домой, и как-то это была суббота. В понедельник я уже понесла оформлять вот эти вот картины. Я знала, что я хочу круглое паспорту, но я думала, что оно будет одинарное. Но потом я опять же полазила по интернету, нашла какую-то фотографию, где была работа оформлена в круглое паспорту, где внешнее паспорту было светлое, а внутреннее было цветное. И тут у меня просто в голове все сложилось. Я подумала, так, цветные рамки, цветной внутренний вот этот вот круг, под цвет рамки, под цвет работы, все. Я понесла работы, и оформление мы подобрали минут за десять. Наверное, потому что рамки я уже просто хладнокровно поснимала в образцы этих рамок этого багета, поприкладывала к каждой работе. То есть дольше всего мы выбирали паспорту, причем дольше всего мы выбирали паспорту к весне. Почему-то, но мне кажется, что мы сделали правильный выбор. В общем, давайте я вам покажу сейчас работы поближе. Работы оформлялись. То есть мне сказали, что я могу прийти на следующий день. Это был понедельник. Мне сказали, что во вторник все будет готово. Я сказала, можно я приду в среду. Мне сказали, да хоть в четверг, но все завтра будет готово. Я говорю, хорошо, спасибо. То есть работы реально оформлялись один день. Кстати, чуть дальше в этом видео мы с вами сможем посмотреть, как оформлялись работы. А хотя давайте, наверное, мы сделаем это прямо сейчас. Перенесемся с вами в багетную мастерскую. Потому что три работы оформлялись без меня. И одна работа оформлялась полностью при мне, соответственно, и при вас. И сейчас я вам покажу, как происходит вообще весь процесс оформления работы. Потому что некоторые, ну то, что там на скобы крепятся к заднику, это я догадывалась. Я думаю, это и вы догадываетесь. Но мне было очень интересно посмотреть, как режется багет. И как этот багет скрепляется. То есть как, в общем-то, из отрезков багета получается рама. Это вот был очень интересный момент. Так что давайте с вами посмотрим. Так, мы с вами попали в багетную мастерскую. Сейчас посмотрим багет сначала. Весь багет, который вы сейчас видите, это пластиковый багет. Вот это те самые пять, четыре из которых потом были оформлены мои работы. Видите, сверху еще был такой светлый, который мы не использовали. Это все пластик. Также есть дерево. Дерево посмотрим потом. О том, что мне нравится, что есть много вариантов. Я пока монтировала это видео, рассмотрела несколько багетов, которые мне очень понравились, которые я реально не заметила, когда вот это вот вам все показывало. Вот, в частности, смотрите, какой симпатичный вот этот. Мне кажется, что калибри и гибискус мой прекрасно бы смотрелся в этой рамочке. И их там три. Смотрите, вот эта вот светленькая, сейчас я покажу, вот, которую я только что повесила. Потом в золоте и такая вот как в бронзе, да, такая более коричневая. То есть тоже три рамочки одинакового дизайна, но разных цветов. Вот такие вот две тоже похожие. Ну, вы понимаете, меня тянет на вензеля, поэтому где видела вензеля, там хватало. Смотрите, какая красивая висит над вот тем белым. Тоже мне очень понравилось. У нас, опять же, несколько оттенков, там два, по-моему, одинакового багета. Много темного. Вот бордовый там был. Много темного, кстати, что в пластике, что в дереве. Есть еще такой багет, мне показывали, который... Он выглядит просто вот как черная такая рамочка, наверное, какая-то из вот тех, что наверху. А туда потом вклеиваются такие зеркальные полоски. Получается рама зеркальная. То есть как зеркало. Интересно, я такого никогда не видела. А еще вензеля, вензеля, вензеля. Коричневая, красивая такая. Цвета горького шоколада. Но я вам решила уже все показать. Может быть, вы что-то себе таким образом сможете присмотреть. Потому что так. Вот это у нас дерево. Смотрите, как много дерева. Вот это вот все. И вот эти вот штуки, они еще двигаются. То есть можно... Там еще есть второй слой как бы за вот этим вот первым. Деревянные тоже некоторые были очень красивые. И мне сказали в багетной мастерской, что иногда даже дерево выходит дешевле, чем пластик. То есть это зависит от производителя. И это зависит от ширины. То есть может быть такое, что какая-то там очень широкая пластиковая рамка будет стоить дороже, чем чуть-чуть уже деревянный багет. Так что если вам какая-то рамка понравилась в дереве, то вы можете спросить, вам тут же посчитают, сколько будет стоить оформление вашей работы с этим багетом. И как бы сравнить. То есть за спрос денег не берут. Есть рамочки действительно очень красивые. Очень много широких. Вот видите, я даже не знаю, что в такое оформляют. Наверное, зеркала вот большие. Я когда-то несколько лет назад видела зеркала. Оформляли вот в багетной мастерской, в такие, в этой же багетной мастерской, в такие вот широкие рамы. То есть такая интерьерная получается вещь. Ну, конечно, я не могла не потянуться сюда, потому что я увидела, опять же, какие-то вензеля, какая-то лепка. Ну, это мой стиль. Мне такое очень нравится. И под квартиру мою очень... Ух ты! А вот этот вот бежевый тоже симпатичный. Вот эти интересные, видите, голубой и такие два розовых, желтоватый. Фиолетовый, розовый, желтоватый. Вот голубой. Опять же, очевидно, привлек мое внимание. Очень симпатичный. Да. Вот такие вот широкие какие-то интересные. Черный там был просто. Вот эти вот, конечно, их тоже очень хочется потрогать. Они похожи на какие-то конфеты. Но под какую-то работу может подойти. Тоненькие. Вот такие вот обычные. Разных цветов. Видите, тоже одинаковые. Там розовые, голубые, салатовые. И вот на этом багете я остановилась. Я его крутила, наверное, минуты две. Я вам все две минуты показывать не буду, но он мне очень понравился. Видите, он там еще такой не совсем обычный. Класс! Очень красивый. Я вот сидела там на корточках под этим багетом и думала, что бы мне в него оформить. Потому что действительно очень симпатичный. И вот это, да, это все. Далее мы с вами можем посмотреть, как оформляется работа. Вот моя работа лежит. Моя осень отдамая. Уже есть вырезанный задник. Но задник еще чуть-чуть великоват. Он потом будет обрезаться. Паспорту уже было вырезанное. Очевидно, чтобы не тратить на это время, когда я приду. Да, вот сейчас такой момент. Вы видите, что прибивается скобами. Не по работе, не очень близко к работе, но все-таки не по краю. Этот момент можно оговаривать. Я ничего не имела против. Я не собираюсь эти работы там разбирать, перестирывать. Но вы все эти моменты можете оговорить. Сейчас будет собираться паспорту. Приклеивается на двусторонний скотч. Переднее как бы паспорту, внешнее к внутреннему. То есть как будет оформляться, прибиваться ваша работа, вы все это можете с мастером, с приемщицей оговорить. То есть это ваше дело. Меня спросили. Мне, кстати, даже в день, когда я сдавала работы, мне позвонили и спросили, можно ли обрезать канву или заворачивать ее наизнанку. Это я показываю, что там стоят огромные такие уже под что-то вырезанные рамы. Там очень много багета. Вот, собственно, весь багет хранится вот так вот. Это станок, на котором будет вырезаться багет. Сейчас мы с вами увидим. Так, мы видим, что у нас крепится паспорту на работу. Я в этот момент вообще боялась дышать, потому что мастер, видно было, что он очень аккуратненько так это все прикладывает, чтобы ничего не съехало. Я стояла прям там, замерла, не двигалась. Приглаживается, что все хорошо. Прикрепилась. Вот, смотрите, какая получается красота. Далее обрезается лишняя подложка. Опять же, я говорю, что канву я сказала, что да, можно обрезать. Она там была, ее было много. Она там такая дубовая абсолютно в этих наборах доме. Но мне позвонили и меня спросили. То есть, этот момент оговаривается. Если у вас там запасы ткани по 10 сантиметров, и вы не хотите, чтобы их убирали, вы хотите, чтобы они прям там в картине у вас оставались, это все можно сделать. То есть, это вообще не проблема. Сейчас мы видим, как режется багет. Это вот такая вот машина. Туда закладывается планка. И сейчас, смотрите, мастер ногой, видите, вот он нажимает несколько раз и отрезается. Вот он отрезал одну вот эту планочку, то есть, одну четвертую нашей будущей рамы. То есть, делаются вот такие вот косые срезы. Очень интересно. Никогда я не видела раньше, как это делается. И сейчас, по-моему, он будет это... А, сейчас он вырежет остальные четыре, логично. Видите, вся та же процедура. И смотрите, что сейчас происходит. Он сейчас скрепляет вот эти вот четыре планочки. То есть, вот наносится какой-то клей, наверное, или что-то такое, прикладывается. И потом вот в этой машине, каким-то загадочным способом, я не знаю, или давлением, или как это происходит, вот она просто опускается. И, видите, она скрепляет. То есть, это вроде не какие-то скобы, потому что вот он наносит что-то на этот стык. Потом вот в эту машину, раз, два. И оно скрепилось. И вот последний угол. За этим было очень интересно наблюдать. Для человека, который никогда этого не видела, ну, вообще, как магия какая-то. И вот ещё раз. Видите, раз, два. И у нас есть готовая рамочка. Вот мастер. Вот она уже есть, смотрите. Скреплённая рамочка. Вообще. Далее стекло вырезается. Это я пошла. Там, видите, была вышитая работа. Стоит чья-то метрика. Я, конечно... Вот, кстати, смотрите, антибликовое стекло, видите, стоит на работе. Я не могла ни подойти, ни посмотреть. Чужие вышивки всегда очень интересно разглядывать. Так, сейчас у нас будет резаться стекло. То есть мастер отмеряет, какое стекло мне нужно для моей работы. Проводит несколько раз и ломает его. Оп. И у нас нужного размера стекло. И сейчас стекло, видите, будет протираться. Чтобы оно у нас было чистенькое, чтобы ничего на нём там не осталось, никаких разводов. Вот, видите, тоже мастер убирает всякие пылинки. Кладёт стекло на работу. Сейчас это всё будет накрываться рамочкой, переворачиваться. И будут пристреливаться такие крепления. Кстати, я тоже никогда не видела, как эти крепления ставят. Хотя на многих рамках такие есть. Видите, вот такие штуки, которые потом можно отогнуть и работу достать. Я на одной из своих рамочек, маленьких для Милхилл, я одну такую штуку сломала. То есть я так понимаю, что у них же какой-то всё-таки срок годности есть. И, ну, сколько раз их можно там открыть-закрыть. И мне сказали, что можете принести, мы вам поставим. И далее, видите, ставятся метки. Сейчас будут крепиться вот эти вот петельки, да, для верёвочки. Потом привязывается верёвочка. Если вы хотите, чтобы у вас задник был закрыт наглухо, то есть чтобы вот этой вот щели, видите, которая там есть, чтобы её не было, это тоже можно оговорить. И вам отдельно будет эта картина ещё закрываться сзади ещё одним каким-то листом. Кстати, когда мне звонили, спрашивали насчёт того, можно ли обрезать канву, мне и этот вопрос тоже задали. Закрывать хотите ли вы, чтобы наглухо закрыли сзади работу. То есть ещё одним листом я сказала, что, ну, как бы не надо. И всё, смотрите, у нас есть готовая оформленная работа. Красота! Мы с вами посмотрели все этапы, и вот как выглядят все мои четыре работы. Весна, лето, зима и осень. И также я сейчас показываю, вот как выглядит сама багетная мастерская. Вы видите, какое здесь огромное количество картин, потому что здесь картины также и продаются. То есть здесь художники оставляют свои работы, потом покупатели приходят и им показывают, ставят, там стоит мольберт, им показывают картины, они покупают. При мне такое было раза два. То есть приходили люди и реально рассматривали картины. И сейчас мне ещё показал мастер, как вырезается паспорту. Это он вырезал паспорту для какой-то чужой, уже не для моей работы. Он говорит, хотите посмотреть, как вырезается паспорту? Говорю, хочу. То есть вот на такой вот машине вырезается паспорту. Кстати, я поинтересовалась в этой мастерской. Я вообще не знала, вырезают ли они круглые, паспорту. Оказалось, вырезают. Но я спросила, вот видите, уже у нас почти вырезалось паспорту. Один угол остался, и вот мы видим уже эту рамочку. Я спросила, вырезают ли они овальные паспорту. Они сказали, что вырезают. То есть не только круг, а они вырезают ещё и овал. Насколько мне известно, не каждая багетная мастерская вырезает овалы. Для некоторых работ, в частности Dimensions, это очень актуально. Вот, видите, всё. Вырезали паспорту, а внутренний вот этот лист остался. Сравнение стёкол. Крайнее вот это, вот это обычное, это музейное. Смотрите, блик как другой. и антиблик. Сейчас. Смотрите. Давай, зайка, пока. Хорошо. И Ари, передавай привет от меня. Давай, пока. Что, ты ты думаешь как-то? Так, можно теперь поближе посмотреть на работы. Это у нас весна. У нас вот такая вот розовенькая рамочка. И больше всего мы думали над внутренним паспорту, потому что к другим работам мы уже внутреннее паспорту подобрали. Оно было достаточно яркое. И мы розовые были, в общем-то, фактически все бледные. Короче, мы выбрали вот это. И мне кажется, что очень хорошо. Давайте я вам, наверное, рамочку сейчас покажу поближе. Вот. Вот так вот это всё выглядит. Смотрите, какой нежный цвет. Здесь обычное стоит стекло. Здесь не музейное. Поэтому здесь, конечно же, всё отражается. Но вот поближе рамочку. Очень красивая. То есть она, в общем-то, и какие-то, видите, немножко вензеля на ней есть, которые я очень люблю. Я вообще неровно к ним дышу. Но одновременно их и совсем чуть-чуть. То есть это вот как внутренняя такая рамочка вот эта вот светлая с этими вензелями. А основная очень красивого, такого розового цвета. И паспарту. Сзади это у нас всё вот так вот выглядит. Здесь верёвочка. Но, как я уже сказала, видите, у меня здесь закрыто таким образом. Если вы захотите, вам вот это вот всё, всю эту конструкцию забьют ещё одним, то есть закроют ещё одним листом. То есть чтобы у вас тут вот этих вот отверстий не было. То есть просто цельный такой будет задник. И потом только будет крепление. То есть это всё по вашему желанию. Если вы хотите закрывать прямо наглухо, то это тоже можно сделать без проблем. Все эти моменты, они с заказчиком оговариваются. Вот такая вот красота. Так, лето у нас оформлено по такому же принципу. В такую же рамочку, но такого зеленоватого цвета с тёмно-зелёным паспарту внутренним. Осень. Это у нас такая серовато-коричневатая рамка и коричневая паспарту. Было ещё очень красивая паспарту, такого кирпичного цвета. Я сначала вцепилась в ту паспарту, не хотела его отдавать. Кстати, очень непоказательный был момент в багетной мастерской, когда мы приложили два паспарту. Если я сейчас найду эту фотографию, я тоже вам её вставлю. Там одно паспарту, это вот это тёмно-коричневое, и другое паспарту, это такое кирпичное, более в оранжевый. И мы положили это всё, и сотрудники багетной мастерской говорят, что нам кажется коричневое лучше. А мне так понравилось это кирпичное. То есть я не столько смотрела, как оно сочетается с рамкой, я смотрела, как оно сочетается с работой. И я смотрю красиво. Вот прям вот эти вот листочки, листва трава, всё прям подходит. И я так начала восхищаться этим паспарту, что они просто стояли и молчали. То есть они не навязывали мне свою точку зрения. Они сказали один раз, что красивое лучше, коричневое лучше, по их мнению, более красивое. И я начала восторгаться вот тем вторым, и они просто стояли и молчали. И я переписывалась с подругой, сбрасывала ей эти все фотографии. И когда мне подруга сказала, они не... Ты посмотри, как оно с рамкой сочетается. И я проговариваю это вслух, я говорю, ой, слушайте, наверное, с рамкой не сильно сочетается, да? И они такие хором, да! То есть они понимают, что оно не сочеталось с рамкой, но они не навязывали мне это. Потому что они один раз сказали свое мнение, и всё. А дальше я должна уже выбирать, потому что оно у меня будет висеть. Вот влюбилась я в то паспорту, и ближайшие там, дай бог, 60 лет буду радоваться, глядя на эту картину. То есть вот этот вот момент был для меня очень показательным и очень мне понравился. Так что здесь у нас такая серо-коричневая рамка и коричневая паспорту. И, наверное, одна из моих самых любимых работ это зима. Так, на зиму мы с вами посмотрим сбоку, потому что у нас сегодня солнечный день, и все солнечные блики достали сегодня ей. Очень красивая, нежная, голубая рамка. Вот если зеленая, да, зеленая, вот эта серо-коричневая, более такие... Даже не знаю, как вам назвать. Короче, вот розовая и голубая, они такие прямо нежные-нежные. Мне это очень нравится. Здесь у нас, вы видите, голубая рамка и такое синее паспорту. Теперь надо придумать, куда их повесить. Четыре штуки. Но, конечно, очень-очень красиво. Давайте покажу вам еще вот так вот. Смотрите, какая красивая рамка. Двойное паспорту. Светлое. Светлое одинаковое во всех работах. Причем оно не чисто белое. Оно немножко... немножечко кремовое. То есть оно не прямо-прямо чисто белое. Мы подбирали такой цвет, чтобы подошел ко всем. Оформлено все ровненько. Вы видите, нигде никаких кусочков канвы не видно. Все красиво. Давайте поближе еще покажу осень. Тоже очень красивая рамочка. Там я вам их показывала. Там их было пять. И в итоге, если к весне, лету и зиме подобралась быстро, то здесь мы думали между двумя оставшимися, между вот этой, и там была совсем такая светлая-светлая. Такая светло-бежевая. Но мы подумали, решили, что нет. Она будет... Она пропадет, короче говоря. Поэтому мы решили взять вот эту вот. зеленая. И лето мое 2015 года. Представьте, сколько она у меня в рулончике пролежала. прежде, чем оформится и весна. Класс. Вот такие вот четыре работы у меня появились. Причем появились, знаете, лежали с 2015 года, а в итоге оформились за день, за сутки. Вот такая вот... Давайте я вам их вот так покажу. Вот такая вот у меня появилась красота. Так, посмотрели мы с вами на мои оформленные работы. Я надеюсь, вы порадовались вместе со мной, что мой рулон похудел еще на четыре работы. Мне сейчас, по сути, из таких работ среднего размера то и оформлять больше нечего. У меня остались только огромные. И то, что я в ближайшее время оформлять не планирую. Я не думала, что когда-то я дойду до жизни такой, но вот дошла. И у меня есть очень хорошие новости для моих зрителей. Особенно эта хорошая новость будет для тех, кто живет в Киеве или бывает в Киеве. У вас есть возможность получить скидку в багетной мастерской на Эспланадной. Это самый центр Киева. Это метро Дворец Спорта. Напротив, непосредственно, самого Дворца Спорта. Напротив торгового центра Гулливер. То есть самый-самый центр. Там от метро, я не знаю, минуту, наверное, идти. У вас есть возможность получить скидку. Да, представляете, о чем я договорилась? У вас есть возможность получить скидку на багет. Если вы приходите первый раз и говорите, что вы пришли от меня, просто можете сказать ник Маринка Прок, то вам будет скидка на багет 5%. Если вы пришли второй раз, будет скидка 7%, а третий раз 10%. Мне кажется, это очень хорошо. И как раз сейчас, перед Новым Годом, работают они быстро. Если вы хотите быстренько дооформить какие-то свои работы, которые вы еще оформить не успели, это прекрасная возможность. Так что приходите. Как процесс оформления происходит, вы видели. Опять же, я думаю, что я вам это уже сказала, когда мы с вами смотрели, как работает мастер. Вы можете оговаривать все моменты, абсолютно все моменты. Как будет закрыт задник, как будет натянута работа. В случае необходимости, если у вас там запасы ткани по 10 см с каждой стороны, будет ли ткань обрезаться, будет ли ткань заворачиваться наизнанку или опять же будет обрезаться. Как, где там будут прибиты скобы. То есть, вы все эти вопросы можете оговаривать. Потому что пожелания у всех разные. Например, я ничего против не имела вот такого вот оформления. Понятное дело, если бы не было вот этого вот круглого паспорту, то скобы бились бы по самому краешку. То есть, все эти моменты можно оговаривать. Но мне очень понравился и выбор багета, и подход, и скорость, конечно же, оформления. Так что я буду очень рада, если такой мой опыт. А опыта у меня за последний месяц было, а хоть отбавляй. Если такой мой положительный опыт, вам тоже в чем-то пригодится. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Собираетесь ли вы в ближайшее время оформлять какие-то свои картины? Были ли вы когда-то в этой багетной мастерской? По поводу моего оформления можете что-то написать, если вам есть что сказать. Но я могу сказать, что я довольна. Вот это тот случай и тот очень приятный момент, когда... У меня, кстати, очень давно такого не было. Я даже не помню, сколько лет. Когда я ушла из багетной мастерской, я довольна. То есть, у меня вот нет ни одного какого-то смущающего меня момента. Это давно забытое, но очень приятное ощущение. На этом все. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам и творческих успехов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»